Как для Любови Губиной Беларусь стала любовью со второго взгляда? Сначала мы приехали, посмотрели дня на три, потом вернулись, потом продали всё, что у нас было. Как встретила новая родина семью металлургов с Урала? Не было как-то такого, знаете, как вот приехали, там, иноземцы, да, такого не было. Через какие испытания пришлось пройти? Авария была серьёзная, череп, мозговая травма. Судьба счастливой матери и бабушки Любови Губиной в новом выпуске программы «Новые белорусы» прямо сейчас. Я потомственный металлург. Первое, что говорит наша героиня Любовь Ивановна Губина при встрече. И это не случайность. Вся её жизнь сначала в Башкортостане, а потом и в Беларуси была предопределена тем профессиональным выбором, который сделал сто лет назад её прадед по материнской линии. Я потомственный металлург. А дед, мамин отец, в войну работал. В общем, все четыре года он не выходил. С завода у него даже орден Ленина награждён. А там катали именно сталь, танковую шталь, из которой изготовились танки. До 30 с небольшим Любовь Ивановна прожила на Урале, в небольшом посёлке, где и в лучшие времена население достигало 4000 человек. Главным предприятием в Терляне, родном городе нашей героини, был металлургический завод. Терлян – посёлок городского типа в Беларуси, районе Башкортостана. Он был построен в центре района, окружённого со всех сторон горными хребтами. Начиная с середины 18 века, судьбу Терляна определял металлургический завод, на котором работали практически все взрослые жители посёлка. Жирную точку на судьбе Терляна поставило разрушительное наводнение 1994 года. Восстанавливать завод и посёлок средств не было, а чтобы руины не висели на балансе, их доломали и списали. Закрытие терлянских цехов в Беларусио-Металлургического комбината привело к трёхкратному уменьшению населения посёлка и ликвидации многих социальных объектов. У нас там и квартира была, и дом был свой. Было две коровы, два телёнка, два потёлка, три поросёнка, семь или восемь улей пчёл, две усадьбы. Мы работали не покладая рук, это было бросили всё, оставили детей, оставили маме и всю живность свою. К этому моменту за плечами Любови Ивановны и её мужа уже был приличный рабочий стаж, а так как оба металлурги, то и выбор был достаточно очевидным. 15 октября 1984 года считается днём рождения Белорусского металлургического завода. Именно в этот день бригада Столиваров совместно с австрийскими коллегами провела первую историческую плавку. Это событие стало знаковым для всего Советского Союза. Впервые в практике отечественной промышленности к сооружению завода были привлечены иностранные партнёры. Так, за два года на территории Беларуси был построен металлургический мини-завод европейского типа, оснащённый, по последнему слову, техники и не имеющий аналогов на всём постсоветском пространстве. Сначала мы приехали, посмотрели дня на три, потом вернулись, потом продали всё, что у нас было, и приехали уже вдвоём с мужем, а через месяц забрали дочь, а к сентябрю забрали сына. Ну, здесь же предоставлялись сразу малосемейки. У нас была сразу малосемейка, причём однокомнатная квартира. Малосемейка очень поспособствовала тому, что молодая семья быстро обросла новыми знакомыми, многие из которых стали друзьями на всю жизнь. Отношения, как по наехавшим, не было никогда. Не было как-то такого, знаете, как вот приехали иноземцы, да, такого не было. Может быть, потому что, когда завод строился, с Россией приехало много людей, да, как бы первоначально, может быть, процентов 20, даже 30 работающих на предприятии было с Российской Федерацией людей, поэтому все были как бы в равных условиях, по большому счёту, никто никого никогда не обижал. Сейчас, по прошествии многих десятилетий, про Советский Союз не принято вспоминать исключительно в позитивном ключе. Но, кто бы что ни говорил, государство многое давало своим гражданам, причём абсолютно бесплатно. Любовь Ивановна с мужем и двумя детьми в малосемейке прожили только год и получили трёхкомнатную квартиру. С квартирами было хорошо, и зарплата была хорошая, и, в общем, нам понравилось, мы привыкли здесь. С первых дней жизни на новой родине вспоминает Любовь Ивановна. На жизненном пути их семье встречались исключительно хорошие люди, и дело здесь не в везении. Было очень много с Россией здесь, и с Украиной, и с Россией, наших земляков целая куча. Сейчас поуехали много, но всё равно очень много остались. И с открытой душой старались, что мы не подскажем, мы же уже приехали специалистами. Я вот как в лаборатории работала, у меня уже самый высокий разряд был лаборанта. Сравнивать Терлянский металлургический завод с БМЗ, говорит Любовь Ивановна, это небо и земля. И по чистоте, и по оборудованию, и по передовым технологиям белорусский металлургический оказался передовым не только в Белоруссии, но и на всём постсоветском пространстве. Там надо было всё высчитывать, отношение нагрузки, площадь поперечного сечения. А здесь у нас просто кнопки нажимаешь, и оно сама себе машина нашего дает. Поэтому было интересно. Ну, я выросла с разговорами про завод. Вот, поэтому, как бы, конечно, первые годы они всё время сравнивали. Уральский завод и Белорусский, потому что они там работали на заводе, который был ещё создан, да, в конце 20-го, 19-го века. Вот, лаборатории такие страшные. А здесь они, получается, пришли в новую лабораторию, светлый, даже пол белый. То есть, как бы, это было вообще в диковинку после Урала. Вот. Ну, плюс, конечно, условия работы совершенно иные, новое оборудование. Муж Любови Ивановны, как и она сама, сразу устроился на БМЗ. Работал на разных участках. Сначала в цехе-гальванике, потом начальником цеха отгрузки и погрузки. А уже в конце он болел, так его уже в завод управления сидел. Так что, где надо было, там и работал. И с артопрокатным работал. И я всё время в лаборатории работал. Это огромное счастье, когда ты всю жизнь отдаёшь любимой профессии, убеждена наша героиня. Без металла ни она, ни её супруг жизни себе представить не могли. А потому выход на пенсию стал непростым испытанием. И не только для Любови Ивановны. Как мне все говорили, мама, иди куда-нибудь, ты нас съешь. Поэтому, когда я пришла к бабушке, ну это у нас, ну, у бабушкина. Он там изготавливает сетку, ну, в общем, тянет проволоку с БМЗ, которую покупает. Ну, в общем, идёт частник. Так я услышала, что пахнет металлом. Это было на седьмом мне было. Вот счастье. Ещё 11 лет после этого наша героиня проработала у частного предпринимателя, занимаясь своим любимым металлом. Мне всегда девчата говорили в лаборатории. Ивановна, как ты можешь? Здесь вы с мужем об этом металле и дома об этом металле. Нам было интересно. Вот запустили там какую-то заготовку, как она, с каким покрытием прошла, с какой диффузией она прошла. Нам было интересно. Про оставший её вторым домом Белорусский металлургический завод Любовь Ивановна может говорить часами и не проходит дня, чтобы она не благодарила тех людей, которые помогли ей в тяжёлой жизненной ситуации. Сын, который в то время также работал на БМЗ, попал в автомобильную аварию. Авария была серьёзная, череп, мозговая травма. Поэтому, ну, завод нас не бросил, завод полностью помогал, всё, что можно было. Даже скорую помощь давали, реабилитационные центры мы его возили, и, ну, всё было. Алексей перенёс сначала тяжелейшую операцию, потом долгий период восстановления. За это время бывшая жена решила, что воспитанием детей она заниматься не будет, и оставила их на попечение Любови Ивановны. С тем, чтобы всё оформить официально, учитывая инвалидность Алексея, возникли неизбежные проблемы. Завод опять пошёл на уступки, нашли ему такую работу, что он мог работать даже на третьей группе. Потом сняли совсем, и вот так он работает. Здесь, если комиссия там не пропустит опять директор, и опять находят ему такую работу, на которой он может работать. Чистые города и небольшие населённые пункты, вкусные продукты, чудесная природа и доброжелательные люди. Ко всему тому, чему удивляются и чем восхищаются люди, впервые попавшие в Беларусь, Любовь Ивановна за годы жизни уже успела привыкнуть. А вот отношение государства к простым людям до сих пор трогает её до слёз. А ещё в пору её работы на БМЗ ей довелось трежды встречаться с президентом, и каждая такая встреча была судьбоносной и для её лично, и для самого предприятия. Получилось так, что всех рабочих тогда на митинг отправили, а нас оставались только в лаборатории, ну, два-три человека, начальники у нас. Поэтому я с ним здоровалась, это видела президента. Но вот тогда у нас была такая суматоха на заводе, нас хотели продать. Мы очень боялись того, потому что у нас, например, в лаборатории работало 10 человек, а если бы нас частник забрал, выкупил, нас бы, конечно, всех сократили. Девчата бы остались все без работы. Были такие времена, было страшно оставаться без работы. Кризис и инфляцию. Начало двухтысячных работники БМЗ на себе не почувствовали, вспоминает наша героиня. Даже нам выдавали в связи вот с этой инфляцией, было у нас два аванса и зарплата. Мы три раза в месяц получали деньги. И вот благодаря тому, что он оставил, не дал наше предприятие, помог ему. И пошло-пошло, начали мы отправлять уже проволоку за границу нашу, корт отправляли. Любови Ивановне удалось продолжить трудовую династию, начатую прадедом более ста лет назад. Сегодня вся ее семья, дети, внуки и зять связаны с Белорусским металлургическим заводом. Дочь Наталья начинала на БМЗ химико-технологом. Мы, конечно, сами выбирали с братом, потому что мама моя хотела, чтобы он был доктором, хотела, чтобы я была доктором. Но, тем не менее, мы оба на заводе. Не знаю, во-первых, наверное, корни, потому что потомственная металлургия, она все равно передается. То есть, ну, никуда от этого не деться, да, наверное. Сегодня на БМЗ работает и супруг Наталья. Но путь на завод был не совсем обычным, как, впрочем, и сама история знакомства с будущей женой. Александр Григорьевич, он у нас вообще тоже специфический парень. Он очень долго, 14 лет, служил в церкви. И он, у него работа и, как бы, церковь. Он тоже особо никуда не хотел, тоже был дома. У нас есть одна общая знакомая, которая решила, что мы вот подходим друг к другу. Она позвонила маме, говорит, надо бы вот их как-то познакомить. Я обычно не соглашалась на эти телефонные звонки, там с кем-то разговаривать. Тут мама говорит, ну, парень хороший, может быть, ты с ним пообщаешься. Телефонные разговоры плавно перетекли в прогулки по городу и окрестностям. Так и догулялись до ЗАГСа. Через пару месяцев он сделал мне предложение. В мае. Вот мы в феврале начали встречаться, в мае он сделал предложение. Нет кладов в долгие. Да. И в июле мы уже поженились. На день металлурга, кстати. Мы поженились на день металлурга. Ну, все, потом у нас Даша родилась. И все-таки для того, чтобы с церковной скамьи попасть на белорусский металлургический завод, судьба должна была выписать достаточно крутой зигзаг. Я где-то, ну, наверное, сколько лет? Ну, 20, был по наморем. Вот, по наморил нашему Свято-Троицкому Жлобинскому храме. А потом вот мы застали момент, когда именно был набор электриков, он электрик по образованию. И вот его взяли на завод. Уже больше 10 лет на заводе работали. Самым главным праздником, помимо Нового года, Рождества и Пасхи, в большой семье Губиных считают День металлурга. Было бы странно, будь это по-другому. Во-первых, действительно сохранить семью на предприятии. И не просто сохранить, а действительно гордиться тем, что ты работаешь на данном предприятии. Это очень ответственная, наверное, задача. И не каждый, да, много людей, которые бросают на полпути какую-то поставленную цель. Я считаю, что мы должны делать что-то для города, для страны, и особенно для предприятия, на котором мы работаем. Наша героиня Любовь Ивановна Губина долго думала, как же ответить на вопрос о счастье. Ведь это в молодости кажется, что для этого много надо. И деньги, и карьера, и путешествия. С возрастом все сводится к совсем простым вещам. Это счастье детей и здоровье. Счастлива я, что я живу в Белоруссии с нашим президентом, который я же воспитывала в Советском Союзе. У меня точно такие же взгляды, как у нашего Александра Григорьевича. Счастлива то, что у меня такие замечательные дети, внуки. Они мне во всем помогают, они меня любят, и я их очень люблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова